Те, кто смотрит это видео, наверняка обеспокоены вопросом, как жить дальше за пределами Российской Федерации, после того, как вступил в действие закон от 11 декабря, позволяющий Российской Федерации признавать закон паспорта своих граждан недействительными. Давайте разбираться, чем это опасно и почему сидеть спокойно после вступления в силу данного закона банально опасно. С теми, кто остался в России, все понятно. Там ужесточение правил постоянное, ужесточение ситуации на пересечении границы тоже постоянное. И, в принципе, с каждым днем, наверное, возможности выехать из страны, особенно в случае наличия каких-то нюансов или проблем на стороне призыва, мобилизации, банально с законами и так далее, с приставами, при возникновении любых этих нюансов, покинуть страну, все проблемнее и проблемнее, в том числе через направление Белоруссии и Казахстана и остальных стран, которые входят в СНР. Что касается тех, кто уже уехал. Казалось бы, сидишь ты в другой стране, у тебя там есть ВНЖ и даже ПМЖ, и, в общем-то, что может случиться? Однако здесь все не так просто. Для продления ВНЖ вам нужен действительно загранпаспорт. Для получения ПМЖ вам нужен действительно загранпаспорт. Что самое парадоксальное, даже для получения гражданства другой страны вам нужен действительно загранпаспорт. Как же это все пробивается? То есть откуда другая страна узнает, что этот загранпаспорт, который у вас на руках, стал вдруг недействительным? Это здесь секрета нет никакого, и единая база существует, несмотря на то, что многие говорят, даже достаточно иногда уважаемые юристы, что такого нет. Она вполне себе есть. Это база данных СЛТД Интерпола. Каждый может загуглить, посмотреть, что это такое, и порядок, как туда государство вносит паспорта, чтобы оттуда что-то удаляли. Я не думаю, что такое бывает, но в основном все-таки вносят. База данных создана на базе Интерпола. Ведется она силой Интерпола. Она объединяет все страны-участники. Это практически тот же список, что и страны ООН. В базу данных включена информация из всех стран по паспортам, которые недействительные, утраченные, паспорта, которые поддельные, возможно, то есть бланки, когда украли, и так далее, по сериям, номерам. Любая страна может подать туда списком, что это все недействительные паспорта. И, соответственно, после этого по единой базе данных это будет пробиваться и видеться в любой другой стране-участнике. Когда вам выдают ВНЖ, ПМЖ, гражданство и так далее, естественно, смотрят, прежде всего, подали ли вы действительные документы. Это-то точно проверяется, если только страна в Латинской Америке, где можно еще надеяться, что это пропустят мимо и не проверят случайно. То есть такое случается, в Латинской Америке реально такое случается, что можно просто банально не проверить. Либо по коррупционной схеме, либо просто-просто не проверить. Однако надеяться на то, что, особенно в Евросоюзе, этого не будет сделано, или в США, или еще где-то, это странная надежда. То есть на этом ее можно измерять милли-милли процентом каких-то случайностей. То есть, конечно, это регламентная процедура, проверяют действительно-действительно загран, после этого уже принимают решение. Следующий момент, который еще опасен по этой базе данных, она подключена практически на всех въездных и выездных пунктах на бордер-контролах всех стран мира. То есть, соответственно, когда ваш паспорт вставляют в автоматический сканер, происходит, основное, что происходит, это на любом бордер-контроле. Это контроль паспорта и вашей личности на предмет претензий данного государства. А второе, сразу же за этим идет, сверка с базой данных интеркола. Ну, это все в автоматическом режиме делается. Соответственно, бордер-контроль просто-напросто увидит, что у вас паспорт, внесенный в СЛТД, как он действительно, вас остановят в лучшем случае, если у вас есть, например, гражданство второе, или если у вас там есть ВНЖ, ПМЖ и так далее, ну, любой национальный документ этой страны, то вас просто не выпустят из этого государства, скажут, слушайте, ну, конкретно этот документ недействительный, вы как бы идите, там, разберитесь со своими проблемами, приходите обратно и уезжайте куда хотите. А в худшем случае, если, например, там, особенно, если такая страна, типа, там, Грузии или Армении, или Казахстана, там могут депортировать за такое, то есть вполне себе. Вот, это, наверное, самый такой негативный сценарий. Поэтому думать, что эта проблема, она касается только тех, кто в России, это, ну, неправильно. Она, конечно, касается абсолютно большинства тех, кто уехал из страны, особенно в свете событий последних двух лет. Что же можно с этим сделать? Сделать с этим можно немного чего. То есть, по-настоящему выход остается только один у всех уехавших. Это бежать и подаваться на политику. Искать какие-то причины, основания и так далее. Возможно, вдруг все сразу станут позиционерами. Это уже дело каждого. Но, действительно, в текущий момент уже стоит об этом задуматься и формировать кейсы. Это будет, конечно, фееричная история, потому что даже, если взять, там, полпроцента уехавших из страны, из такой крупной Российской Федерации, то, конечно, речь идет о миллионах людей, которые подадутся на политику. А в случае политического кейса, это не первая страна, которая, там, забирает паспорта или отменяет. Очень много, тем более, людей из Африки, там, и прочих стран, они вообще без всяких паспортов, там, выезжают, плывут, там, и так далее. Поэтому у них просто ничего на руках нет. И когда вы подаете на политику, там будут пункты, дверится ли у вас какой-то вообще документ или нет. Соответственно, вы, как бы, можете указать, что у вас нет никакого документа. Проблем в этом нету. То есть, вам выдают специальные паспорта после этого, инвестирование личности, паспорта, вот, и с ними, в принципе, они практически как паспорта портретов, то есть, людей без гражданства. И, соответственно, с ними тоже вы можете пересекать границы. Это не так легко, уже усложняются процедуры визовые, естественно. Не очень-то странно любят выдавать визы тем, у кого паспорт такого типа. Но, тем не менее, ваша жизнь после этого, по крайней мере, продолжается. И, тем более, отсутствуют уже какие-либо ограничения после этого на получение гражданства в той стране, где вы ее находитесь, где вы уже решили оставаться. Так что, оставлять эту проблему не стоит. Стоит о ней задуматься еще раз и формировать кейсы. Всем успехов, всего доброго.